МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральский известный Допад. Куда делся Суровикин и о чем Пригожин договорился с Путиным? Анатомия мира, чего Зеленский добился на саммите НАТО в Вильнюсе? И есть ли повод России радоваться? Африканский узел. Осмелится ли Путин поехать на БРИКС? И чем это для него может закончиться? Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец. Обо всем этом и многом другом. Прямо сейчас смотрите сами. Прямо на перекрестке национальных культур не меньше. Александр Лукашенко открыл в Витебске песенный фестиваль «Славянский базар». Мы все, участники, организаторы, гости, создаем здесь удивительную атмосферу истинного, настоящего искусства. Лукашенко уходит в мир Высокого, вспоминает Малевича, Шагала и мысленно прогуливается дорогой из Варяг в Греки. Дороги, карты, мировой масштаб – новые фишки самопровозглашенного, которыми он пафосно козыряет в последнее время в телевизоре. Ну а пока диктатор в Витебске почти у самой границы с Россией рассказывает о Высоком, слушает забытую всеми российскую группу «Нана» в селе с красноречивым названием «Цель» буквально в 80 километрах от Минска происходит совершенно другой фестиваль. На полигоне под Осиповичами сегодня развернуто несколько учебных мест, но и больше интерес представляет тактическая стрельба и перемещение на поле боя. В роли обучаемых военно обязаны из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий – инструкторы. Ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт. Паноптикум «Чистой воды», фестиваль непонятных песен, тренировка террабороны в «Вагнерами», у которых есть боевой опыт и российское ядерное оружие. Все, конечно же, во имя мира и против НАТО, которые, по мнению Лукашенко, готовятся к войной на Беларуси. Министерство обороны Беларуси, кстати, уже отапортовало, что разработало даже дорожную карту сотрудничества с «Вагнерами». Ну, морально-отеческую оценку всему этому действу, конечно же, давать только белорусам. Ведь все эти дорожные карты – за их деньги. При этом, что наиболее интересно лично мне, Пригожин, похоже, все еще остается в России. И к Лукашенко в гости не торопится. Мятежник, не иначе. Тем временем Путин заявляет, что ЧВК «Вагнер» не существует вовсе. Интересно, можно ли после этого Путина привлечь к ответственности по статье за дискредитацию армии и фейков? Ведь вагнеровцев этим документом приравняли к регулярным военным. Но при этом частные военные компании в России действительно вне закона. Хотя их количество за последнее время сильно возросло. Российская юридическая казуистика не устает удивлять и поражать. На встрече с Путиным, которая якобы прошла 29 июня в Кремле, присутствовали 35 человек, включая самого Пригожина. Встреча секретная. Даже Песков то ли врал, то ли не знал, что она состоялась. Как по мне, то первая. Но это уже детали. Так зачем же все-таки Путин встретился с Пригожиным? Ну, во-первых, Путин добился, чтобы командиры Вагнера принесли ему присягу. Об этом пишут российские журналисты «Новой газеты». При этом, правда, материал никем не подписан. И если это действительно правда, то все равно, скорее всего, Пригожин никуда не денется. Авторы материала также полагают, что так называемый мятеж был путинской постановкой. Так, Вагнеров среди бела дня передислоцировали в Беларусь, которую уже и без этого используют в качестве наступательного плацдарма. Но в этот раз Путин, вероятно, снова захочет захватить Киев. Я лично с этой версией пока не согласен. И вот почему. Минобороны России публикуют вот эти кадры. Минобороны России публикуют вот эти кадры. Тяжелое вооружение, танки, самоходная артиллерия. Вагнеровцы якобы передают обратно Министерству обороны. О том, что в Беларусь вагнера приехали без тяжелого оружия, а лишь на джипах и буханках говорят и очевидцы на месте. Эту же информацию подтверждают и белорусские телеграм-каналы. А какое наступление на Киев без тяжелой техники может быть? Аналитики Американского института изучения войны говорят, что Путин хочет сохранить ЧВК Вагнер, но вот без Пригожина. В таком случае перемещение вагнеров в соседнюю Беларусь выглядит вполне логично. Резерв, который всегда можно привлечь на войну. И присяга на верность Путину тоже вполне тогда оправдана. Но зачем Пригожину вернули не только деньги, но и бизнес, и госконтракты? Причем не лишь старые. Компании Пригожина уже после так называемого мятежа получили госконтрактов более чем на миллиард рублей. Речь идет о том, что подконтрольные Пригожину структуры заключили соглашение на обеспечение питанием школ и больницы. На более чем один миллиард рублей. И повар снова в строю. Financial Times пишет, что работу могут восстановить и так называемые СМИ, принадлежащие Пригожину. В самом разгаре мятежной истории сообщалось, что сотрудников пригожинских СМИ и знаменитой фабрики троллей уволили, и они пошли по миру раздавать интервью. Такое откровение опубликовало российское издание «Бумага», где бывший сотрудник медиахолдинга «Патриот», а так официально и называется «Пригожинская фабрика троллей», кается, как они нанимали людей для создания ужасающей картинки про украинских так называемых «карателей». Специально оплаченные люди появлялись в сюжетах на федеральных СМИ и слезно рассказывали о своей нелегкой жизни в одной стране с так называемыми украинскими фашистами. Но с тех пор фабрика троллей выполняла различные информационные атаки в интересах Путина. И когда «Пригожин» пошел с мятежом на Москву, его СМИ объявили, что закрываются. А вот фабрика троллей все это время продолжала работать. За государственные, между прочим, деньги. Что интересно, в окружении Путина всерьез обсуждали передачу медиакорпорации «Пригожина» новому владельцу. Потенциально им мог бы стать Юрий Ковальчук, которого считают бизнесменом из ближайшего окружения российского президента. Но вот сейчас речь уже идет о том, что пригожинские СМИ вроде как и не закрывались вовсе. А, цитирую, «приостанавливали свою работу». А о закрытии ранее якобы объявили, чтобы держать интригу. О чем это все может говорить? Либо о том, что Ковальчук уже взял медиабизнес Пригожина под собственный контроль. Либо же о том, что Кремль и дальше продолжает торговаться с Пригожиным. Но что может стать предметом этих торгов? Пока точно сказать сложно, но я думаю, мы уже очень скоро обо всем этом догадаемся. Тут еще вопрос в том, куда пропал Сергей Суровикин, который из записанного в видеообращения призывал Пригожина остановить так называемый путч. Поговаривали, что Суровикина вообще арестовали, хоть его дочь это усердно и отрицала. Но генерала Армагеддона так с тех пор никто вживую и не видел. Wall Street Journal писала, что в первые часы мятежа Евгения Пригожина в России задержали по меньшей мере 13 высокопоставленных российских военных для допросов. Еще 15 были уволены или отстранены от службы. И этот генеральский звездопад, судя по всему, продолжается. Уже на прошлой неделе также отстранили от должности командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова, который записал аудиосообщение с критикой военного руководства России. Вот фрагмент его сообщения. Назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Застрял внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие какой-то батарейной борьбы. А вот менее ранговые военнослужащие, которые похоронили своего соратника прямо вблизи к передовой в Украине, тоже жалуются, что не все, слава богу. Как могут, так и высказывают свои мысли по поводу происходящего. Это все, что осталось от ребят. Нарратив о снарядном голоде, который начал распространять Пригожин, может свидетельствовать как о том, что снарядов действительно мало, ведь украинская армия изрядно потрепала российскую военную логистику, так и о том, что боевой дух так называемых геноцификаторов так себе. И воевать они попросту не хотят. Хотя есть еще один, третий вариант. Это комбинация первого и второго. Как-то неожиданно арестовали и бывшего полковника ФСБ, Михаила Полякова, который, как сообщают российские силовики, вбрасывал ложные сообщения в раскрученные телеграм-каналы. А потом вымогал кругленькие суммы, чтобы эти публикации исчезли. Тут вроде никакой связи, но только вот дело трехлетней давности, а закрыли полковника сейчас. Как думаете, тут просматривается противостояние силовых структур или нет? Пишите, что думаете в комментариях, если смотрите эту программу на ютубе. А я вам скажу, что телеграм-каналы, спекулирующие на внутренней политике Кремля, представляют собой специфическую нишу российского информационного пространства. И задержание Полякова свидетельствует о том, что Кремль, возможно, намерен подавить эти спекуляции на тему своей собственной внутренней политики, не иначе, как после именно восстания Вагнера. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Да и, судя по всему, толчок к началу войны внутри Минобороны дал именно Пригожин. Он не врал, когда говорил о том, что все в российских вооруженных силах пропитано коррупцией. Когда войны нет, то на это закрывают глаза. А вот когда армия участвует в боевых действиях, повода для которых нет, то колпачок срывать будет рано или поздно многим. И тогда жажда справедливости будет приводить к новым и новым качелям. Что еще интересно? Путин представил обществу нового руководителя ЧВК Вагнер. Андрей Трошев. Вот его фото. Трошев тоже весь в геройских звездах, как и Пригожин. Он какое-то время руководит военными операциями, в которых участвует Вагнер. Кто же на самом деле мистер Трошев? В санкционных документах Великобритании также сказано, что Трошев был исполнительным директором Вагнера, поддерживал сирийский режим и репрессировал мирное население в Сирии. Трошев связан с основателем Вагнером Дмитрием Уткиным и командирами боевиков Александром Кузнецовым и Андреем Богатовым. Украина ввела против него санкции 26 февраля 2023 года. Уткин, тот самый, в честь которого и названа ЧВК Вагнер, Пригожин и Трошев. Это люди одной орбиты Путина. И Пригожин в ЧВК появился позже у Ткина и Трошина, а это важно, потому что в какой-то момент он вдруг становится ее владельцем. Как позже выясняется, за государственные деньги. Но если Пригожин все же владелец частной армии, то как ее могут у него отобрать? Кремль в очередной раз демонстрирует отношение к частной собственности. И не только в целом, а к частной собственности своих, придворных. Вся эта карточная партия с перемещением вагнеров в Беларусь, кадровыми ротациями в российском Минобороне, конечно же, под пристальным вниманием Запада. Об этом открыто говорят чиновники НАТО, причем их прогнозы пока оправдывались. Но пока НАТО дорабатывал региональные планы по обороне от России, восточноевропейские политики продавливали актуальность новой угрозы со стороны Беларуси и тех самых наемников ЧВК Вагнер. Восточные союзники военного блока переживают, что штурмовиков Пригожина могут использовать для вооруженных провокаций на границе. Сценарий хоть и маловероятный, но отметать его совсем не стоит. Ведь Пригожина не зря устранили от ЧВК Вагнер, по крайней мере, публично. Как не зря Путин и Лукашенко в один голос твердят, что это частная структура, а государство как бы в стороне. Поэтому, если вагнера будут штурмовать, например, литовскую границу, сможет ли НАТО применить принцип коллективной обороны? То есть ту самую статью номер пять. Саммит НАТО в Вильнюсе стал главной новостью прошлой недели. Обвитый политическими интригами и критикой, что же в итоге он принес Украине. Так ли един военный блок 31 страны, как нам пытается показать? И стоит ли радоваться путинской России уже в следующем блоке? Смотрите сами. Итак, месяцы времени и миллионы долларов на подготовку. Высокие ожидания и не менее высокие ставки. Резкие заявления и не менее резкие ответы на них. Как же все-таки на самом деле прошел саммит НАТО в литовской столице? Есть ли у союзников повод гордиться единством и чем это все сулит как Украине, так и самому НАТО? Давайте разбираться. Начну с того, как выглядел Вильнюс. Если бы литовский язык использовал кириллицу, а не латыницу, то в какой-то момент могло бы показаться, что Вильнюс это не столица Литвы, а Киев. Желто-синие флаги просто повсюду. От городских автобусов до балконов частных квартир. Слоганы и плакаты в поддержку Украины как потенциально будущего члена военного блока. Литва готовилась. Литовцы очень старались не просто хорошо организовать столь значительное для них событие, но и показать всем участникам, насколько важно поддержать Украину в ее стремлении присоединиться к Североатлантическому Союзу. А что в итоге? В итоге все пошло не так, как ожидалось. Ну, конечно же. В итоге бывший британский премьер и большой друг Украины Борис Джонсон в интервью телеканала CNN обрушился критикой на военный блок, в котором, между прочим, Британия один из локомотивов. Мол, НАТО слишком мало поддерживает Украину. А его нечеткие заявления о на руку Кремлю. Смотрите сами. Нет причин возиться и затягивать этот процесс. Последний оставшийся аргумент против принятия Украины был, что, мол, это спровоцирует Владимира Путина. Но мы уже увидели, что происходит, когда Украина не в НАТО. Он спровоцировал самую страшную войну в Европе за последние 80 лет. Еще не доехав до высточного центра Литэкспо в Шалтунае, а именно там проводился саммит, Владимир Зеленский уже был явно огорчен результатами. Киев рассчитывал услышать четкие временные рамки, когда Украина сможет вступить в самый большой в мире военный блок. Итоговая коммунике, документ, который между собой должны были согласовать все члены НАТО, а их, напомню, теперь 31, стал, если не яблоком раздора среди союзников, то точно поводом для политических споров. Страны Балтии и Польши однозначно выступали за максимально выгодный Украине текст. Но очевидно, что Джо Байден не хотел уж сильно бесить Путина. Так называемый фактор эскалации все еще довольно сильное препятствие на пути принятия решений, которые могут помочь Украине в военной и политической борьбе. Путин, кстати, за ходом саммита тоже следил. Большая семерка приняла декларацию о неких гарантиях безопасности Украины и заявляется о том, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется, это цитата. Париж начинает поставлять дальнобойные ракеты. Как Вы все это можете оценить и насколько серьезная угроза создает безопасность России, да и Украина тоже? Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина специальной военной операции, одна из причин – это угроза вступления Украины в НАТО. Путин врет. Цель его так называемой спецоперации никогда не касалась НАТО. До полномасштабного вторжения в феврале прошлого года в НАТО рассказывали об открытых для Киева дверях, но заходить в них особо не приглашали. Это теперь члены военного блока говорят о том, что Украина доказала свое соответствие стандартам НАТО на поле боя. Это во-первых. Ну а во-вторых, даже сам Путин за последние полтора года порой меняет формулировки цели нападения на Украину. Ну и в-третьих, реальная причина войны – это желание власти и денег, а также имперские амбиции России. О чем, между прочим, говорил изгнанный теперь Пригожин в одном из своих последних интервью. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. И после этого, или там до этого уже времена, путаются изюм, красный лиман, и как-то у нас все вот не складывается. Но все ли так плохо? Давайте подумаем. Единственный бывший живой президент России, а ныне зампред Совбеза, Дмитрий Медведев по завершению первого дня саммита написал у себя в Телеграме, что, мол, теперь Россия на грани войны с НАТО. На грани или за гранью Медведев знаменит своими твитами и постами в Телеграме. Почему же так пригорает? Три пункта. В финальном коммунике написали, что в будущем Украина станет членом НАТО. Почему эта фраза важна? Потому что так теперь внеблоковый статус Киева убрали из колоды карт, которые будут разыгрывать на переговорах с Москвой. А ведь любая война все равно рано или поздно заканчивается подписанием того или иного документа о мире. Отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса через всего несколько дней после саммита – одновременно и неожиданный и ожидаемый поворот. В первый день мероприятия атмосфера настолько накалилась, что Уоллес нелестно высказался об Украине, сказав, что Британия не Амазон и неплохо было бы продемонстрировать немного благодарности. Напряженность ощущалась прямо в воздухе. Каждое слово того самого коммунике обсуждалось и обсуждалось. Пресс-конференция генсека НАТО все оттягивалась. А когда все же Столтенберг вышел к прессе, он явно нервничал, как будто бы убеждая всех, что альтернативы НАТО в военно-политическом будущем Украины нет. И ее никто не ищет. Мы подтверждаем, что Украина станет членом. Фактически, мы договорились о конкретных инструментах, политических инструментах, практических инструментах, которые помогут Украине двигаться к членству. И потом, конечно, все понимают, что окончательное решение по этому поводу не может быть принято до того, как будет какой-то конец этой войне. Без преувеличения, вся мировая пресса, которая присутствовала на саммите, гадала, высказывание Уоллеса – это официальная позиция Лондона или эмоциональный выпад. Ведь все, без исключения делегаты, были на нервах. Публичное появление Ариши Сунака расставило точки над «и». Но люди по всей Украине тоже каждый день борются за свою жизнь и свободу, и они платят за это ужасную цену. Так что я полностью понимаю желание Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы защитить свой народ и остановить эту войну. И мы продолжим оказывать ему необходимую поддержку. После того, как Украина обожглась на подписание Будапештского меморандума, Киеву, естественно, нужны солидные гарантии безопасности, которые реально остановят потенциального или в данном случае уже вполне конкретного агрессора. Нам ясно, что лучшие гарантии – это НАТО. На пути к НАТО мы хотели бы иметь те гарантии, которые есть сейчас, и иметь их постоянно. И чтобы они укрепляли наши отношения со странами-гарантами. Мы хотели бы иметь соответствующий документ, чтобы эта помощь не только основывалась на наших личных отношениях, но и была выписана и была очень конкретной. Сегодняшняя рамочная декларация, рамочные гарантии безопасности открывают возможность этих двухсторонних мощных документов. Все понимают, что пока идет война, у Киева нет шанса присоединиться к военному блоку. Так уж он устроен. Иначе НАТО пришлось бы автоматически вступить в эту войну, и тогда, тогда это третья мировая. Что же в итоге получила Украина на саммите в Вильнюсе? В первую очередь новый орган, Совет Украина-НАТО, который заменит устаревшую и малоэффективную комиссию Украина-НАТО. Подробности я уточнил у генерального секретаря Йенса Столтенберга. Господин генеральный секретарь, новый орган, Совет Украина-НАТО, чем он будет отличаться от ранее существовавшей комиссии Украина-НАТО, работу которой блокировала Венгрия, ну или другие члены, из-за чего у нее были проблемы? Я генеральный секретарь НАТО, буду возглавлять этот Совет, и я могу созвать этот Совет. Так что его работу не смогут блокировать отдельные союзники или члены Совета. Его также могут созвать отдельные члены для кризисных консультаций. Так что если президент Зеленский захочет созвать Совет, он может это сделать. Совет нельзя заблокировать. Мы будем встречаться на равных. Мы будем решать, какие проблемы мы будем рассматривать. Кризисные консультации, которые могут созвать все члены этого Совета. Это нечто новое, иное, сильный политический инструмент для достижения более глубокой политической интеграции и также принятия решений. Ну и третье важное достижение Киева – это гарантии того, что страны НАТО не прекратят помощь Украине в противостоянии российской агрессии. На полях саммита также состоялась встреча лидеров Большой Семерки. И они также подписали совместную декларацию, в которой прописаны те самые гарантии. Господин президент, скажите, пожалуйста, какие у вас ожидания от встречи Большой Семерки? Какие дополнительные гарантии безопасности могут быть даны Украине? Что касается сегодняшней встречи и гарантии безопасности, прежде всего, это не дополнительные гарантии, так как у нас пока нет гарантии безопасности от наших партнеров. Я имею в виду юридических. У нас есть фактически финансовые гарантии в виде санкций, поддержка и военная помощь. А это может быть первый юридический документ, который символизирует тот факт, что у нас есть нечто вроде такого зонта безопасности. Первый документ. А позже Украина подпишет двусторонние документы со всеми гарантами безопасности Украины. И они будут касаться тех аспектов безопасности, которые у нас уже есть. Либо тех аспектов, которых нам сейчас не хватает. К примеру, ПВО, военные самолеты. Все эти аспекты будут прорабатываться на двустороннем уровне. Конечно, это не то, на что рассчитывала как Украина, так и некоторые члены НАТО. Но это намного больше, чем ожидала Россия. Теперь реакция Путина и Медведева становится окончательно понятна. А что же американский президент? Его выступление было преисполнено оптимизмом. Мол, Путин уже проиграл войну. Остальное вопрос времени. Если я говорю оптимистично, это потому, что так и есть. Сегодня наш союз остается оплотом глобальной безопасности, стабильности, как это было уже более семи десятилетий. НАТО сильнее, энергичнее и, да, сплоченнее, чем когда-либо в своей истории. Более того, это важно для нашего общего будущего. Это произошло не случайно. Это не было неизбежным. Когда трусливая жажда территории и власти заставили Путина развязать жестокую войну с Украиной, он поставил на то, что НАТО распадется. Он надеялся, что НАТО сломается. Он думал, что наше единство рухнет при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он думал неправильно. А вот бывший посол США в Украине, эксперт Атлантического совета Джон Хербст, менее оптимистичен. На полях саммита он мне рассказал, что заявления американского президента могли быть намного более жесткими. Ведь силе может противостоять только большая сила. Мой анализ ситуации такой. НАТО не хочет заходить настолько далеко, насколько я бы зашел в вопросах привязки ко времени заверения о членстве в НАТО, утвердить четкую дорожную карту, план членства в Военном Союзе, скажем, к 75-му саммиту НАТО, который состоится в следующем году в Соединенных Штатах. Вот на что я бы надеялся. В моем понимании вопрос не в том, войдет ли Украина в НАТО, а в том, войдет ли НАТО в Украину. Украина продемонстрировала своей храбростью, своим трудом, своими военными возможностями, что она заслуживает членства в НАТО. В любом союзе важно единство. Касательно моих надежд, я пока не вижу единства, но оно будет через какое-то время. По этому поводу у меня сомнений нет. Мне кажется, мы объединим НАТО вокруг того, вокруг чего НАТО хочет объединиться. И это, конечно же, принятие Украины, защита от Путина. Но это не то, на что надеется президент Зеленский, украинский народ и лично я. В любом случае, нужно понимать, что самое главное, то по поводу чего практически не спорит никто, это то, что Россия представляет угрозу безопасности на континенте. Причем приоритетность этой угрозы даже выше, чем Китай. Поэтому в НАТО усердно работают над механизмами сдерживания России. Прорыв в этом отношении уже произошел, когда Эрдоган объявил, что Турция больше не будет блокировать решение о принятии в блок Швеции. Анкара мало того, что сменила гнев на милость, но и сказала, что будет выстраивать новые, теплые и дружеские отношения с Вашингтоном и ЕС. В дополнение к постоянному трехстороннему совместному механизму мы будем расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом с помощью двустороннего механизма безопасности, согласованного на уровне министров со Швецией. Швеция представит дорожную карту, которая включает в себя реализацию вопросов, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, особенно борьбу со всеми террористическими организациями. Кроме того, Швеция будет активно поддерживать процесс членства нашей страны в Европейском Союзе как члена Союза, обновлять соглашение о таможенном союзе, которое имеет решающее значение для нашей экономики, и либерализировать визовый режим. Раньше Эрдоган говорил, что откроет двери Стокгольму только в том случае, если ему пообещают членство в ЕС. Условие, на которое никто не мог пойти. Дело в том, что Турция давным-давно получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, но политика Эрдогана сыграла с турками злую шутку. Брюссель хочет видеть демократические процессы, свободную прессу и приверженность тем самым ценностям. А Турция даже санкций против России не вводила, хотя Эрдоган неоднократно заявлял, что никогда не признает оккупацию украинских территорий России. В общем, как именно Джо Байден смог повлиять на Эрдогана, знает только Джо Байден. Много споров по поводу этого саммита, что можно лучше, где не идти на компромиссы, а где наоборот уступить. Но нужно понимать, что саммит НАТО – это всего лишь одно мероприятие. Это не финальная точка в истории. Скорее всего, запятая. Украина точно выиграла от того, что члены НАТО признали, что видят Киев союзником. Точно в плюсе от Совета Украины-НАТО, но и оружие, которое Киеву пообещали дать, бесспорно меняет ситуацию на поле боя. А еще нужно присмотреться к тому, что происходит вокруг центрального события. Джо Байден из Литвы полетел в Хельсинки. Это мощный политический сигнал в Москве. Америка поддерживает нового союзника по блоку. Теперь, когда Швеция уже в ближайшее время вступит в блок и станет его 32-м членом, то стратегическая ситуация на континенте сильно изменится. В куларах саммита уже заговорили о том, что фактически Балтийское море становится внутренним морем НАТО. Да, у России есть Питер, но море де-факто контролируется военным блоком. Незаконно захватив Азовское, Москва потеряла Балтийское. Индийская компания Bramos Aerospace, которая производит оружие, заявила о своем желании продавать крылатые ракеты России. И это на фоне того, что Китай журналисты поймали на том, что он ежедневно посылает в Россию сотни санкционных электронных чипов, которые в итоге убивают украинцев каждый практически день. Это я к чему? К тому, что Индия важный игрок в этом всем процессе. Традиционно Дели полагается на Россию как на основного поставщика оружия. На рендромоде откровенно раздражает путинская риторика о вероятных ядерных ударах. Но Индии нужно оружие. Мало кто об этом говорит, но у страны до сих пор возникают стычки в приграничных регионах с Китаем. А ведь еще есть территориальный спор с Пакистаном. И угадайте, кто решил посредничать в мирных переговорах? Правильно, Москва. Но сейчас не об этом, а о том, что при этом Москва еще и основной импортер оружия в Индию. Поэтому следите за руками. Индийский премьер прилетает в Париж на встречу с Макроном. На повестке дня и экология, и экономическое сотрудничество, и многое другое. И вот среди этого другого сотрудничества в оборонке. Понятно, что это не победа над Москвой, но чем больше оружия Индия покупает не у России, тем легче перерезать эту пуповину. Сотрудничество в сфере обороны является основой наших отношений. Это символ глубоких связей между двумя нашими народами. Франция является важным партнером для инициативы «Сделано в Индии» и «Самодостаточной Индии». Сегодня мы обсудим новые технологии и совместное производство, совместные разработки в области обороны. То есть выходит, что Путину нанесли удар сначала в Вильнюсе, когда хоть и не прописали временные рамки вступления Украины в НАТО, но прописали, что она там будет, и дали оружие, которое так необходимо на поле боя. Следующий хук был, когда Эрдоган открыл дорогу в НАТО Швеции, а перед этим отпустил домой защитников Азовстали, которые должны были не покидать Турцию до конца войны. Ну, так он обещал Путину. Совпадение? Не знаю. Ну, и финальным апперкотом стал даже не визит моди в Париже, а визит президента Южной Кореи Юна Сокайоля в Киев. Неожиданный, неанонсированный и феноменальный. Дело в том, что это вообще первый визит главы государства в Киев за все годы независимости Украины. Южная Корея, будучи страной западной орбиты, конечно же, осуждает российскую агрессию против Украины. Но, понимая влияние, которое Москва оказывает на ее соседку, Северную Корею, Сеул боится окончательно портить с ней отношения. Ведь и так все слишком сложно. Сеул присылал Киеву гуманитарку медицину и бронежилеты. Но во время этого визита президент Южной Кореи пообещал помочь не только отстраивать Украину после войны, но и расширить военную помощь. Южная Корея продолжит военные поставки, в которых нуждается Украина. После нашей помощи в прошлом году, которая включала такие вещи, как бронежилеты и каски, мы еще больше расширим нашу поддержку в этом году, начав военные поставки в большем масштабе. Вильнюсский саммит, с одной стороны, не дал ответов на многие вопросы, как то, что именно должна сделать Украина, чтобы выполнить требования военного блока для вступления. Что именно будет считаться точкой завершения войны и как этого добиться. С другой стороны, мы должны понимать, что НАТО – это 32 страны, где каждый высказывает свои требования, желания и опасения на равных. Поэтому такие политические пробуксовки – нормальный симптом НАТОвской анатомии. Сравните с той же ОДКБ, которую Путин пытается сделать калькой НАТО. Там в пять раз меньше стран-участниц и в разы больше неудовлетворенных решениями организации. Какие достижения ОДКБ можете назвать лично вы? Пишите в комментариях, если смотрите эту программу на Ютубе. А вот НАТО в итоге удалось словить сбежавший на мгновение вайб единство. Прошедший саммит однозначно подготовил почву для того, чтобы дальше можно было добиваться результатов. И Совет Украина-НАТО – это мощный инструмент для достижения целей Киева в военном блоке. Причем достигать этих целей совместными усилиями, а не в формате «мы требуем, а вы выполняйте». На очередной саммит члены НАТО соберутся в следующем году в Вашингтоне. И он будет посвящен 75-летию военного блока. Смогут ли мировые лидеры за этот год сделать его еще более эффективным – поживем – увидим. Ну а Владимиру Путину предстоит еще определиться, ехать или не ехать на саммит БРИКС в Южную Африку, где российского президента, между прочим, могут арестовать в соответствии с орденом Международного суда. Лежит ли путь в Гаагу через ЮАР? Давайте разбираться вместе уже в следующем блоке. Смотрите сами. Предстоящий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в очном формате. В нем будут участвовать главы всех пяти стран – Россия, ЮАР, Индия, Китая и Бразилия. Об этом заявил южноафриканский президент Серил Рома Фоса в конце прошлой недели. ЮАР – страна подписант Римского договора и должна бы, по идее, исполнить требования Международного уголовного суда и арестовать Путина, приедет он в Йоханнесбург. А тут такое заявление Рома Фосы. Как же так? Интересно, что его вице-президент Пол Машатиле в одном из интервью местным изданиям рассказал, что власть ЮАР пытались убедить Путина прислать вместо себя Лаврова. И волки сыты, и кони скачут. Но в Москве это никому не понравилось. Что ж, тогда саммит можно было бы перенести из ЮАР, к примеру, в Китай. Да и Пекин был бы не против. Но против такого решения восстали Индия и Бразилия. Интересно, что Песков говорит, что и в самом Кремле еще не определились, в каком именно формате Путин будет выступать на БРИКС. Тут можно провести параллели с Вильнюсом, где напряжение первого дня спало в конце этого же дня, когда все со всеми поговорили очно. До африканского саммита еще целый месяц, а среди товарищей согласия уже нет. Причем речь не идет даже о судьбоносных формулировках. Даже в лояльной к себе Африке Путин заработал репутацию родственника, вышедшего из тюрьмы. Которого вроде бы все любят, но не очень хотят видеть у себя на дне рождения. Кстати, тот же Машатилия в том же интервью прямо об этом говорит. Для нас очень большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как если бы вы пригласили друга к себе домой, а потом его арестовали. Поэтому для нас его неявка – это лучшее решение. Но россияне недовольны. Они хотят, чтобы он приехал. Карим Хан, тот самый прокурор МУС, который и смог убедить судей выдать ордер на арест Путина, говорит, что ЮАР должна поступить правильно и арестовать российского президента, как только его нога ступит на южноафриканскую землю. Мол, Южная Африка сама десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида. Так что и решение должна принять соответствующее. Но в преддверии БРИКС африканские лидеры снова приедут в Питер встречаться с Путиным. Как пишет Financial Times, там Ромофоса попытается переубедить российского президента все же не ехать в Йоханнесбург. И тут неудобный момент. С одной стороны, Путин вроде бы и дружит с Африкой. С другой, его отношения никак не укрепляют постоянные угрозы разорвать ту самую зерновую сделку, которую пролоббировал Эрдоган для поставок злаковых на континент. Ну и в Африке точно не могут понять, что это за танцы с бубном Путина с Пригожиным. Там не считывают, что это все может означать, и есть ли у Путина все еще та самая вертикаль власти. Интересно, что 15 июля Ромофоса и Путин говорили по телефону, и кроме саммита БРИКС, конечно же, обсуждали изерновую сделку. В расшифровке разговора с Путиным, который опубликовал офис Ромофосы, ни слова ни о сделке, ни о саммите. Там говорится лишь, что лидеры обсуждали мирную инициативу, с которой главы африканских государств ездили то в Киев, то в Москву. Но тут вот еще какой момент. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума сейчас в России, якобы на лечении, куда он приехал буквально неделю назад, несмотря на то, что его пребывание за границей суд ЮАР считает незаконным. 81-летний Зума был осужден за то, что не являлся на судебное слушание по делу о подозрениях в коррупции. И теперь тайно приехал в Россию. Хотя его сторонники говорят, что тайны вовсе никакой нет. Просто СМИ нагнали вокруг обычного оздоровительного визита много мистики. Что ж, можете нагнали. Только вот случай из Зума – это яркий пример того, как можно читать собственное законодательство. Причем как в России, так и в Южной Африке эта традиция очень похожа. Что касается зерновой сделки, которая без преувеличения позволяет многим в Африке просто выжить, то Путин все еще продолжает петь свою старую песню о главном, что, мол, украинское зерно не доезжает до адресатов. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова. В любом случае, вывод можно сделать один. Пока у российского диктатора не получается дружить даже с теми, кто от него напрямую зависит. А сохранить образ того, с кем считаются в мире, для Путина, похоже, ой, как важно. Изгоем быть ему никак не нравится. Так что смотрите сами. Ну и уже в следующем блоке программы поговорим о том, кто и зачем хотел убить Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Да и вообще, был ли киллер? Покушение, которое противоречит здравому смыслу. В субботу вечером ФСБ объявляет об аресте семерых человек якобы из неонацистской организации, которые хотели убить крестницу Путина, Ксению Собчак и пропагандистку Путина Маргариту Симоньян. Речь идет о грузовом. Группировке параграф 88, члены которой якобы проводили разведку около мест работы проживания Собчак и Симоньян по заданию, кого бы вы думали, конечно же, спецслужб Украины. В ФСБ утверждает, что СБУ обещало задержанным по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Некоторые из них уже записали видеопризнание со связанными за спиной руками. Нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Грумко операция ФСБ совершенно по-разному воспринимается фигурантами этого дела. Симоньян сначала все это прокомментировала словами «работаем, братья», а потом предложила спецслужбам России передать задержанных ее отцу на перевоспитание. Мол, он из них сделает настоящих мужиков. Что бы это ни означало. Я очень надеюсь, что он поймет, что он чуть было не натворил, что он готовился натворить. Может быть, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадет оттуда на фронт, как это мы видим часто случается, и, может быть, в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправят мозги. Он еще послужит на славу нашей Родине. Собчак же в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» написала буквально следующее. «Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор – зло». Что ж, соглашусь, террор – это, безусловно, зло. Особенно террор на государственном уровне, который сейчас практикует Россия. Но сейчас не об этом. Кто же, собственно, готовил это покушение, а главное, зачем? Ведь за любым преступлением должен стоять мотив. Тут, конечно, вопросов больше, чем ответов. Телеграм-канал «Осторожно новости» – это, напомню, тоже проект Ксении Собчак – связался с представителями организации «Параграф 88», а те заявили, что группировка не готовила никакого покушения. Тем не менее, факт задержания членов организации в «Параграф 88» Собчак подтвердили. А также заявили о самороспуске группировки из-за произошедшего. Такая себе аль-кайда российского пошива. Готовили покушение и самораспустились. В крайне правой организации NSWP, той, которую ранее обвиняли в подготовке покушения на Владимира Соловьева, считают, что задержанных вынудят признаться в покушении с помощью пыток. Соответствующее сообщение появилось в закрытом телеграм-канале группировки. Внимание на него обратил журналист медиазоны Егор Сковорода. По состоянию на утро воскресенья Басманный суд Москвы сообщал, что им доставили шестерых задержанных, которым пока вменяли статью о хулиганстве. А государственное агентство ТАСС писало, что среди задержанных есть и несовершеннолетние. В любом случае, я уверен, что у этого дела будет громкое продолжение и очень интересно будет проследить, что из этого всего получится и кто, собственно, за этим всем стоит. Но нестыковок в этом деле уже довольно много. Например, официальный пресс-релиз задержаний ФСБ выпустила в субботу 15 июня. Тогда как подозреваемых задержали в ночь с четверга на пятницу. Об этом российским журналистам рассказал один из участников организации NSWP. Что ж, делайте выводы и смотрите сами. Ну а на этом у меня все. С вами был Владимир Унец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова